И данный треугольник, в котором провели высоту и бесит рисунок. Вы виден? Да. Представьте себе, что вот этот вот угол, это некоторая величина фи. Вот этот вот угол альфа, вот этот вот угол бета. Задача выразить альфа и минус бета через фи. Другая задача. Квадрат АВЦД, внутри которого нарисован равносторонний треугольник. СЕ равно ЛИД? Ну конечно, картинка же симметричная. Просто правая картинка, вот этот угол, так называются камни. Прикосечение... Проверили ИСИК-ТРИСУИК. Не знаю, как хотите, так обозначить. Я знаю, как читается. На досле написано, что альфа, бета и фи. Как такие проблемы решаются? Когда вы будете там, где есть интернет, надо просто вбить греческий алфавит. И в Википедии получится его пись с названиями букв и так далее. Вообще почаще будет в Википедии. Альфа минус бета и фи 180 плюс 2. А то, что это очень много, это больше, чем 180, очевидно, вы не правы. Может быть так, то, что фи равно номеру разу? Может, в равноведренном треугольнике. Если их три совпадают, тогда разность ноль. Альфа минус бета и фи. Так как эти одинаковые, получается, что этот треугольник равен этому треугольнику. Да, конечно. Получается, этот, этот равен этому треугольнику. Да, да, да. Что получается? У нас получается то, что вот этот 60 градусов, так как это равен этому треугольнику. Это треугольник. Это треугольник. Получается отсюда следует то, что 180 минус 30 равно 150, 150 и 0,8 градусов. Тут тоже 75. Тут тоже 75. Тут тоже 75. Тут, получается, 15 градусов. Да. По первому углу, правильно, 15 градусов. А, дальше, получается, работа сделанная, да. Да. Дальше вот это, получается это, в этом, по этому, получается то, что 90 градусов. У нас это 90 градусов. Поделить на 2, будет это 45 градусов. Да, да. Это 45 градусов. 15. Получается, у нас то, что, получается... 75, пишите, чтобы это было видно. Слышишь, правильно? Да, дальше. Слышишь, правильно? 30 градусов. 30 градусов. 30 градусов, да. 30 градусов, да, вообще, пишите. 30 градусов. А, дальше. И, получается, 180 минус 105 градусов, так как это ступень, равен 75. Так, господа, а правда неожиданно, что, оказывается, ЕЦ равняется ЦФ? Так, удивительным образом треугольник ЕЦФ равноведренный. Там углы 75, 75, да? И 30. Так, спасибо. Необязательно было считать в таком порядке, но, надеюсь, что все помни, это просто считал подряд. Как Вы нашли из того, что угол ЕВЦ равен 30, как Вы нашли то, что угол Е... 90 минус 60 градусов равен 30, потому что... Да, да, понятно. А угол С как Вы нашли? Треугольник ЕВЦ равноведренный. ЕВЦ. 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 Вот этот угол 30, а вот эти стороны равны. Поэтому... Почему не равны? ЕВЦ. 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 которая бывает в большом количестве геометических задач. Никто не сказал вам, что высота обязательно падает на стол. На самом деле надо рассмотреть и другие картинки. Это такая вечная проблема, что очень часто для остроугольного треугольника и для тупоугольного треугольника картинки разные. Давайте посмотрим, что будет, если высота падает на стол. Вот вам биссектриса, вот вам высота, здесь угол вета, здесь угол альфа. Понятно? Да. Так, а что такое угол фи? Это вот этот угол. Давайте так же, как здесь, обозначим гамма. Альфа – это вот это, альфа – это вот это. Что такое в этом случае альфа? Это внешний угол треугольника. Поэтому это будет 90 плюс вот этот вот угол. альфа – это фи минус гамма. Это фи минус гамма. Теперь, а что такое бета? Это 90 минус фи и минус гамма. Ух ты! А если возьмете разность, получается тот же самый ответ два фи. Поняли? Угу. Так что, может быть, что даже и всегда так. Но признайте, что все-таки надо посчитать эксперименты. И это вот такая часто встречающаяся проблема, что даже если ответы получаются одинаковые, все-таки нужно проверять. Я поленюсь и не буду рисовать картинку с другой стороны. Ну, в общем, понятно. Хорошо. Следующая задача будет на вот эту же тему. Мне кажется, она тоже очень симпатична. Тот же самый квадрат. Тот же самый равносторонний треугольник. Только добавляем еще один равносторонний треугольник, построенный по внешней структуре. Понятно? Просят найти вот этот треугольник. Вот этот треугольник. Вот этот треугольник. Внутрь квадрата построен равносторонний треугольник. И на соседней стороне, во внешнюю сторону, тоже построен треугольник. А можно обозначить точку? Да, пожалуйста. Такие же обозначения. Вот это пустое, если там же была. Вот, видите, так скрашиваем величину угла ЕД. Заметьте, пожалуйста, с черной угловкой очень просто. Никаких сложных теорем пока у нас нет с вами вообще. Но это надо сделать. Надо научиться сказать простейшее. Давайте. Это же равная сторонность треугольника, это же по 60 градусов. Да. Это тоже 60 градусов. Да, да, да. И это 60 градусов. То есть это 30 градусов. Да, это все понимают. Что дальше? Все понимают, да. Так как вы знаете, что эти одинаковые стороны, получается это равноведренные треугольники. СДН равноведренные, да. Получается по 15 градусов. Поняли, да? Да. Это действительно 15 градусов, да. Получаю, а дальше мы смотрим тут. То есть третий градус. Да. Но так как мы знаем, что тут опять же равноведренные треугольники, поэтому мы... А главное, на соседней доске уже написано. 75. Да это не нужно. А вот здесь 75, да. И что? Так как это 90 градусов, это же квадрат, это получается 90... Это получается 15. Ну, это 75, но 90. А такой угол получается нет. Нет, такой угол есть. Ну, он есть, но он градус. Ну, угол увеличеной 0 градусов. Спасибо. Спасибо большое. Смотрите, оказывается что? Оказывается, вот эта точка лежит на этой прямой. Поняли? Да. То есть картинка у меня нарисована не вполне верно. Если вы рисуете две ошибки, то вот эти точки... У меня здесь... Я специально рисовал криво, чтобы не лежали. И вот, но на самом деле они лежат, что? На одной прямой. На одной прямой. Неожиданно? Да. Нет, да. Вот. Заметьте, ничего не потребуется для этого. Кроме того, что здесь 75, потому что равноветренный треугольник, а здесь 15, потому что вот это равноветренный треугольник. И мы знаем, здесь угол 150, а здесь угол 30. Так. Все понятно? Да. Угу. Угу. Угу.